Народ, всем привет! Среди знакомых полно ребят, которые вполне хорошо сложены под жарой, там некоторые тягают гантельки несколько раз в неделю в зале, кто-то занимается бегом, футболом и другими видами спорта, но практически никто из них не может подтянуться и три раза, хотя каждый из них помнит себя в юности и каждый подтягиваться умел. Играли в лесенку на турнике, это когда подтягиваешься по очереди, когда в каждом следующем подходе количество повторений увеличивается на один и проиграет тот, кто не осилит следующую ступеньку. Даже делали там подъемы, перевороты, но почему же сейчас не получается и что нужно для того, чтобы научиться подтягиваться? Во-первых, сразу нужно понять, какие мышцы работают при классических подтягиваниях. Главное и основополагающее – это мышцы спины, широчайшие. Затем это бицепсы, предплечья, а также вспомогательную роль играют трицепсы, мышцы плеч, груди, момент отрыва вашего тела там с нижней точки, в нижней точке амплитуды. И именно эти мышцы нам необходимо прокачивать и усиливать, чтобы научиться хорошо подтягиваться. При этом нужно понимать, что если вы в зале тягаете большие веса, например, в упражнениях тяги гантели на скамье или штангу к поясу стоя, или занимаетесь разводкой, то это совсем не означает, что вы сможете подтянуться. Да, задел для этого будет, но не основной. При этом сами подтягивания желательно включать в свою тренировку, даже если вы тренируетесь в зале. Научившись выполнять это упражнение, вы не только будете покорять взгляды девочек во дворе, а ненароком подойдя к турничку, пока гуляете с собакой, но и отлично прокачаете широчайшие, и подтягивания делают вашу спину визуально шире и больше. Во-вторых, разобраться нужно с техникой и правильной постановкой рук. От положения ваших рук на турнике сильно зависят те вспомогательные мышцы, которые вы подключаете, а также сложность выполнения упражнения. Так, расставив руки слишком широко, вы принесете максимальную нагрузку на вашу спину, но выполнять упражнения для новичков будет крайне сложным, хотя и кажется, что амплитуда будет поменьше. Поставив руки узко, нагрузка больше ляжет на руки, трицепсы и бицепсы, предплечья, которым будет тяжело и осилит ваш вес тела. Поэтому учиться подтягиваться надо при классической расстановке рук на ширине плеч, можно даже чуть шире, прямым хватом, а также обратным, когда часть нагрузки переходит на ваши бицепсы и предплечья, но они нам тоже нужны. Чтобы научиться подтягиваться, нам надо усиливать мышцы не только спины, но и рук. При этом выполнять нужно именно схожие упражнения, например, на одну и ту же механику. Так, например, сами подтягивания классические, затем идут подтягивания обратным хватом, затем подтягивания на низкой перекладины или на кольцах, также прямым и обратным хватом, использование вспомогательных резинок. Вы можете увеличивать, а также уменьшать нагрузку, распределяя ее в течение недели, и на этом строить свою программу тренировок. Давайте чуть подробнее по пунктам. Первым идут классические подтягивания. Если вы не можете потянуться хотя бы 5 раз, вы можете использовать вспомогательное оборудование типа резинок, которые можно заказать на Алиэ или купить в любом спортивном магазине, и с их помощью облегчить себе упражнения. А также выполнять упражнения в поламплитуды, когда вы не заводите подбородок за перекладину, а останавливаетесь где-то на середине. Только не надо читерить, подпрыгивать, дергаться, использовать раскачку, так как велик риф все-таки получение травмы. Лучше не дожать, но с правильной техникой, чем дожать и потом полгода сидеть на диване с зудящим суставом. Но все-таки лучше использовать резинку. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. Тот же тренировочный день после, скажем, 3-4 подходов по 10 повторений, классических подтягиваний, с резинкой или в поламплитуду, неважно, можно добить спину и бицепс с подтягиванием обратным хватом. Это упражнение чуть легче, и так вы выложитесь до конца, используя по максимуму свой тренировочный день. Также 3 подхода по 5-10 повторений, и там были больше с резинкой или без. Такой интенсивный день можно повторять не чаще раза в 5-7 дней, в зависимости, выполняете вы какие-то другие упражнения на другие части тела или нет, чтобы ваши мышцы восстанавливались и нервная система отдохнула. Но в промежутке можно выполнять ряд упражнений более легких, но укрепляющих и закрепляющих ваши новые мышечные структуры и связи. Поэтому через день или два можно выполнять упражнение подтягивания на низкой перекладине, к кольцах, резинке, да даже использовать простой автомобильный трос или веревку, привязав ее к перекладине или к дереву. Выполняя подтягивания под углом к земле, вы снимаете часть нагрузки, и вам будет легче. И да, это лишь вспомогательные упражнения, и выполняя только их, даже на сотку повторений подтягиваться все равно не научитесь. Только классика раз в 5-7 дней выкладываясь на максимум. Но догреть мышцы и задействовать другие жгутики ваших мышц только ускорит этот процесс. В общем, как-то так, народ. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Дзене, ВКонтакте, ВИнстаграме. Все ссылки в описании. Всем удачи, народ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok